Здравствуйте! Новости на ННТ, студии Махач Курбанов. Короткий анонс о том, что вы увидите в нашем выпуске. Купаться в море запрещено. Количество сбросов, нечистот в Каспии растет. В какой зоне купаться допустимо все еще, знают мои коллеги. Рай под ногами матерей. Около 300 дагестанок и гостей из соседних республик прибыли на женский форум в Дербент. Победа – это награда. Руководство сети АЗС ВНК чествовало нового чемпиона мира по джиу-джитсу Гаджумурада Алибекова. О помощи и упорстве в спортивном блоге новостей. Конфликт двух жителей Катакского района закончился трагедией. Возле села Хунгия в перевернувшейся машине нашли тело мужчины. Как выяснилось, между двумя жителями села произошел конфликт, в результате которого один из них выстрелил своего знакомого, который, получив огнестрельное ранение, сел за руль, но скончался в дороге. Чуть позже в отдел полиции с повинной явился стрелявший и дал признательные показания. Я приехал Магомеду, так как его дочка засватана была за моего сына, там у них какие-то непонятки пошли, и вот разобраться приехал туда. Ну что, говорит мне, еще матом. Я говорю, ты за свои слова отвечаешь, то, что ты говоришь. И он разворачивается, там, я видел, он это ружье вытаскивает. У меня тоже, я когда еду, у меня всегда будет в машине, успел это два патрона зарядить, на его сторону выстрелил я. Я поехал в отдел, сдал ружье тоже, и что случилось, вот объяснил ему. Я попал ему, не попал ему, это уже... Сколько раз стреляли вы? Два раза стреляли. Штраф свыше 100 тысяч рублей за нарушение законодательства заплатит дагестанская энергосбытовая компания. Об этом сообщает в госжилинспекции региона. Решения приняты мировым судом по итогам рассмотрения протоколов госжилнадзора. За неисполнение предписания организация обязуется выплатить 5 штрафов по 10 тысяч рублей. За последние три года количество канализационных сбросов в Каспийское море увеличилось в 4 раза. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта уже бьют тревогу. Чтобы помочь населению, эксперты ОНФ разработают карту опасных участков. Остался ли чистый кусочек моря в Каспии, узнавала моя коллега Луиза Раджабова. Так море или гигантская сточная канава? На что больше похож Каспий? Это вид сверху. Черная линия – канализационные истоки. И куда все это идет? Правильно, в крупнейшей на земле замкнутый водоем. Решили провести рейды по всему побережью. И буквально на той неделе был организован выезд специалистов на побережье между Махачкулой и Каспийском. И отмечены точки сбросов неотечественных стоков в море. Нами сегодня проводится анализ, токсикологический анализ отобранных проб. И в дальнейшем Общероссийский региональный фронт планирует провести бактериологический анализ и составить карту для населения точек, где море более чистое и море более грязное. А это берег Каспия между поселками Редукторный и Турали. Многоэтажек все больше. Застройщики не утруждают себя под ведением канализационных сетей, а выводят стоки прямо в море. По данным экспертов, ежедневный сброс составляет 250 тысяч кубометров. Где же купаться – в разгар лета. Исследование проводилось в прибрежной части Каспийского моря, в основном пляжи наши, от гостиницы Джамми до Аварского театра. Самое чистое получилось у Аварского театра, потому что там труба, по которой поступала ливневая канализация, в которую вливались раньше бытовые стоки, ее замуровали, закрыли. А самая плохая ситуация по общим загрязнениям – это около гостиницы Джамми. Там вытекает канал, идущий этих стоков. Видимо, шлейф тянется до самого пляжа. По нефтепродуктам, по содержанию нефтепродуктов, самая плохая ситуация – это вблизи пансионата «Белый медведь». Поверхностно-активные вещества – это стиральные порошки, моющие средства различные. Здесь тоже самая плохая обстановка вблизи пансионата «Белый медведь», а самая лучшая – вблизи Аварского театра. Воняйки – так называют народе эти стоки. В одном рачкале таких восемь. Один из крупных находится в микрорайоне Пальмира. Еженедельный ущерб окружающей среде от него оценивается в 10 миллионов рублей. Не менее опасный был в районе городского пляжа. Его перекрыли в прошлом году. Но толку от этого пока мало. Чтобы предотвратить стоки, эксперты предлагают коллектор. Для этого строительства нужно 16 миллиардов рублей. Такой проект есть, но он заморожен с 2016 года. Возобновить работу должны в следующем году. Стоки Каспийска и стоки города Махачкалы, Советского и Ленинского района однозначно будут очищаться. Там есть проблема стоки Кировского района. Централизованно район не отводит стоки сюда, они тоже сливаются в море. Там тоже есть вариант, тоже прорабатывается вопрос строительства, пока проектирование северных очистных сооружений. Как поясняет природоохрана, прокуратуре меры принимаются. Только за полгода выявили 200 нарушений. Возбуждены уголовные дела. Проведена проверка законности деятельности акционерного общества Махачкала-Водоканал. По результатам этой проверки мы обратили суд с исковым заявлением о возмещении ущерба по факту сброса неочищенных сточных хвост Каспийского моря на сумму 58 миллионов рублей. В частности, в этой канаве, которая располагается сзади нас, сумма ущерба составляла более 30 миллионов рублей. С каждым годом туристов в Дагестане всё больше и больше. Однако грязное море в будущем может испортить эту положительную динамику. И на вопрос, почему так мало людей отдыхает на Каспийском море, ответ будет очевидным. Луиза Раджабова, Мир Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Средняя и номинальная зарплата в Дагестане превысила 27 тысяч рублей. Такие данные приводит региональный орган госстатистики. Так, по сравнению с прошлым годом, показатель увеличился на 8%. Реальная же зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 1,3%. Но, несмотря на якобы положительную динамику цифр, республика все так же занимает последнее место в рейтингах самой низкой зарплаты. Плюс задолженность по оплате труда составляет около 70 миллионов рублей. В Дагестане тяжело найти работу. Об этом свидетельствует российский рейтинг напряженности на рынке труда, где наша республика заняла третью позицию. Отметим, коэффициент напряженности вычисляется из отношения числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях региона. Так, число нетрудоустроенных граждан в республике превышает число вакансий. Однако, самая сложная ситуация в России наблюдается в Ингушетии. На второй позиции расположилась Чеченская республика. Женский форум «Рай под ногами матерей» прошел в одном из древних городов России – Дербентин. Местные жители и гости из городов и районов республики увидели национальные подворья, представляющие кухню, утварь, рукоделие и национальные изделия Дагестана. Подробнее расскажет Абдулавиев. Сильная жара не стала преградой для проведения женского фестиваля «Рай под ногами матерей». Город Дербент стал местом сплочения жителей из разных уголков нашей республики. Каждый прибыл с частичкой своей традиционной культуры. Набережная Дербента превратилась словно в этнический музей под открытым небом. На месте проведения фестиваля установлены специальные палатки, где жители со всей республики представляют традиционные предметы быта народов Дагестана. Также здесь представлены блюда национальной кухни. Так что тот, кто принимает участие в этом мероприятии, может не только увидеть, какая культура у народов Кавказа, но еще попробовать ее на вкус. Мероприятие было организовано с целью возрождения былых традиций горских народов и их популяризации среди жителей республики. По самым организаторам вставка была сделана именно на женщин, так как прекрасная половина человечества вносит весомый вклад в воспитание подрастающего поколения. Наши предки, наши матеря, которые были до нас и которые сегодня с нами вместе, они сделали многое для того, чтобы существовал Дагестан. Эти традиции Дагестана, уважение, гостеприимство Дагестана, это место уже большая, очень большая заслуга женщин. И сегодняшний день мы отмечаем такой день, уделяем внимание на женщин, чтобы они и передавали свои эти традиции, эти единства следующему поколению. Среди участников были и гости из соседних республик. Представить свой культурный фестиваль прибыла делегация из Кабардино-Балкарии. Кабардинки, самой старшей из которых было 90 лет, положительно отозвались о дагестанцах и об их гостеприимстве. Я думаю, что в этом мероприятии очень много мусульман, и что вот это объединяет, мы испугиваем все страны. Я думаю, что в Кабардино-Балкарии очень довольны. Мы приехали из Кабардино-Балкарии. Мы везем к другу подвержения Дагестана, Кабардино-Балкарии. Пусть наши правы не будут. Оценили дагестанское гостеприимство и гости из других городов России. Многие приезжие проводят здесь время на отдыхе. Фестиваль стал для них отличной возможностью еще больше познакомиться с традиционной дагестанской культурой. Это вообще, конечно, незабываемые впечатления, окунуться в историю. Я вообще из России, из города Тюмени, поэтому мне это безумно интересно. Это захватывает, это услышать, почувствовать, попробовать обязательно надо. Большое количество людей собрало торжественное открытие фестиваля. Мероприятие открылось ченем Корана и исполнением нашидов. С приветственными словами к участникам обратились представители власти и Мафтеатр Республики. Вест-Тагестан – это наша родина. Мы этим и гордимся. И мы должны гордиться своими предками. Мы должны гордиться своими матерями. Какая бы мать ни была, она больная, она немая, она глухая, она мать есть мать, мать есть герой. Для почетных гостей была проведена экскурсия. Около 50 палаток и каждая сконструирована под этнический лад. Здесь они смогли увидеть предметы быта горцев, изделия народных умельцев, а также отведать кулинарные деликатесы. По окончании экскурсии своими впечатлениями поделились и официальные лица. Это еще раз говорит о том, какую роль женщина играет именно в исламе. Именно поэтому и Мафтеат во главе с нашим уважаемым шеях Ахмад Афанде это организовал. И за это им огромное большое спасибо. Поэтому мы, Министерство национальной политики, делам религии, всегда оказываем поддержку Мафтеату. Потому что, по большому счету, это то, что непосредственно должны делать и наши министерства. Это наши цели, задачи в этом отношении совпадают. Здесь каждый народ к себе несет отдельную культуру, отдельную традицию, отдаты. И все вместе проживаемся здесь, на нашей республике. И поэтому мы очень часто говорим и повторяем, что у нас нет межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Это благодаря и этому мероприятию тоже. В первую очередь хочется выразить благодарность Духовному управлению, которое организовало данное мероприятие. Выразить благодарность всем гостям, горожанам, которые посетили данное мероприятие. Данное мероприятие объединяет, скрепляет сердца наших братских народов. Дарует нам взаимопонимание, любовь друг к другу. Прививает молодежи хорошие качества. Также стоит отметить, что в рамках фестиваля, помимо исполнения нашидов, были выступления самодеятельных коллективов. Представители районов республики, показ театрализованных сценок. Напомню, что подобное мероприятие проводилось в прошлом году в Махачкале. Дальнейшему организатору в планах проводить подобные форумы и в других городах республики. Абдулла Алиев, Ахмат Евпатов, телеканал ННТ, Дербент. Дагестанка стала самой титулованной регбисткой России. Байзат Хамидова в шестой раз в составе женской сборной России по регби выиграла чемпионат Европы. Турнир проводился в два этапа. На первом во Франции россиянки уступили хозяевам турнира, а на втором обыграли Францию. Во всех этих турнирах принимала участие Байзат Хамидова. По количеству золотых медалей чемпионата Европы дагестанская регбистка стала самой титулованной из россиянок. Теплые слова, поздравления и пожелания. Руководство сети АЗС ВНК чествовало чемпиона мира по джиу-джитсу Гаджимурада Алибекова. На мероприятие пригласили ведущих дагестанских спортсменов, которые в течение нескольких лет показывали высокие результаты. Подробнее обо всем расскажет мой коллега Курбан Радимов. Выход на боковой контроль, победа болевым приемом. Так Гаджимурад Алибеков завоевал свой очередной титул. К триумфу он шел долго и упорно, но теперь все это позади. Самое время отметить успех в кругу близких. АЗС ВНК всегда старается максимально возможным помогать спортсменам, так как это на самом деле очень тяжело добиваться таких результатов. Это упорный труд. Это ты из спортзала полчаса не выходишь. Надо кормить семью, и как-то нужно их поддерживать. Это очень тяжело содержать все и показывать такие результаты. Обстановка неформальная. За одним столом собрались родные, друзья и одноклубники. Радость победы с чемпионом разделили также олимпийцы и бойцы UFC. Чествование Гаджимурада Алибекова стало хорошим поводом для их встречи. В основном говорили о вкладе сети АЗС ВНК в развитие спорта. Приглашенные отмечали не только помощь в организации турниров, но и в поездках на соревнования. Воспитать спортсмена один тренер он не может. Его должен кто-то поддержать, спонсор нужен какой-то. Вот когда ты знаешь, что тебя поддерживают в плане финансовый, что ты можешь выехать, если даже спортсмен оплачивает, но тренер он не всегда оплачивается. Но ты знаешь, что тебе помогут, тебе поехать и рядом быть с твоими подопечными. Это, я думаю, благодаря этому может он стать чемпионом. Из-за того, что есть рядом наставник. А наставника поддерживают такие люди, как Алибеков Мурад. Он начинал с борьбы и имел успехи в ушу Саньда и ММА, но решил связать свою судьбу с грэпплингом. За четыре года занятий в копилке Гаджимурада три титула чемпиона мира и два чемпиона Европы. В этом виде спорта признается виновник торжества «Нет предела совершенству». «Следующий старт будет через три недели. Проходят пять звезд, отбор на чемпионат мира в Нур-Султан. И буду готовиться, ищу отобраться. Все считают, большинство, это высшая ступень, это черный пояс. И некоторые бывают останавливаются на этом. Я планирую не останавливаться, идти вперед, выигрывать и по черным поясам, ищу, если все еще и даст». Не останавливаться на достигнутом и продолжать идти к своей цели. С такими пожеланиями к чемпиону обратились его тренеры. Каждый в разные годы внес свой вклад в становление Алибекова как спортсмена. Наставники вспоминают, что в начале карьеры отличало его от сверстников. «Прямо скажу, талантным я его не считаю, и не считал, и мы об этом всегда прямо говорим. И всегда старался уделять больше времени именно не талантным, а усердным ребятам. Вот к этому числу Раджи Мураде относится. Камбулярия рад, что у него есть такие результаты. Несмотря на какие-то свои возможности, он также и в учебе занимается, и в спорте продвигается. И пусть Аллаф дальше поможет ему сохранить такое самообладание и обмекаться ни на что и идти к своей цели». Впереди у Гаджи Мурада, как и у других спортсменов, новые старты. В свою очередь, сеть ВНК будет следить за их успехами. К концу года компания планирует провести итоговое мероприятие. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Манас, Карбудахкенский район. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Оставайтесь с нами, смотрите также наши новости в Ютьюбе и в Инстаграм. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»